всем привет и снова я кожушку владимир собственной компании red балкон и мы продолжаем нашу тему тема эта безопасность безопасность не только в остекление а безопасность это как правильная сделка мы опять идем таком же формате формате презентации правильный текст правильные картинки поехали значит ну кто я все знают правильная заставка наша миссия и наши хэштеги безопасное остекление безопасные окна акцентирую на этом потому что я активно продвигаю эту тему чтобы наши клиенты получали именно правильной правильной продукцию ну и чего начнем начнем вот такого вот текста с такого вот формата подачи информации тут что написано что что-то в стране происходит а происходит мы видим каждый день что новые законы новые изменения в подаче информации что-то где-то доступно некоторые компании некоторые порталы особенности наш портал тематически окна медиа тут недавно преподнес информацию о том что ужесточается все по законодательству по налогам в отношении оконных компаний я хочу сейчас это все дело аккуратно разложить будут будет текст будут слайды именно от окна медиа и посмотрим расскажу значит что у нас но я так назвал да написал так и текст все становится нас выйти нас на пути свои как и должно быть что имел ввиду что компании начинают работать правильно заботиться о своих клиентах это моя такая мысль моя такая так сказать правильность подачи до что так и должно быть мы живем мы работаем платим налоги все сейчас контролируется и все идет тому как европе что я имел ввиду что как идет в европе или к чему там она ведет да все знают 2018 год начало года середина года если кто-то следит за информацией которая проскакивает в новостях социальных сетях там говорится очень часто про то что банки закрываются банки контролируют банки контролируют переводы и это так и есть у нас проскочила новость что сбербанк теперь может любой момент не только сбербанк может остановить счет его прекратить действие и как будто бы все так ой это бред полный это незаконно это ненормально сбербанк сказал что нет это неправильно и тут раз и пошло у нас даже такое было что у нас останавливался счет почему потому что мы произвели оплату непонятно кому как это преподнес нам сбербанк и я вот как бы и акцентирую на это что у нас все контролируется у нас становится на пути свои и у нас идет тому как европе то есть жесткое законодательство контроль финансов и так дальше и что мы видим мы видим что окна медиа выпускает такую статью что контроль денежных переводов последствий и последствия для оконных компаний что имелось ввиду что это моя такая расшифровка да что некоторые клиенты некоторые поставщики работают по старинке ну по старинке самые самые старые да это деньги получил деньги выдал деньги получил а второй вариант это то что оплата производится с помощью карт то есть что и такое это оконная компания которая работает с каким-то поставщиком она производит оплату с какого с какой-то карты хорошо есть юридическая карта на карту тоже юридической это все хорошо но может быть и наоборот и такой практикуется или клиент оплачивать на какую-то карту и как раз вот об этом до законы бизнес госты снипы опять законы контроль перевода по пластиковым картам расплата близко вот если эту статью немножко так перекрутить пересмотреть это правильная информация тут есть но она больше привязана к оконным компаниям юридическим лицам что нельзя чтобы производились оплата между юридическими лицами с карты на карту если там фигурирует физическое лицо это неправильно и здесь все расписано о том что есть закон есть налоговый кодекс российской федерации и там все расписано что можно что нельзя и вот есть такой вот абзац да в настоящее время у обычного гражданина осознан и есть осознание то что все финансовые движения прозрачны слабые то есть как будто бы человек ну недопонимает как все происходит а государство связи с многолетним кризисами снижением объема налогов в казни ищет способ как увеличить эту казну процесс всеобилие не давно запущен необратим то есть о чем нет речь о том что все контролируется мы можем вернуться на слайд назад и тут у меня написано да что все под контролем вернемся пройдемся дальше и вот в этой статье то есть какого периода что где происходит что где-то что-то там где-то прям как сказать всплывает что какая-то была там сделка и она незаконная оконный рынок теневые переводы по банковским картам про это я сказал да что 2000 и годы все это дело просто как сказать раньше он так шло налево и направо то сейчас наступление тяжелых время времен для окон и отрасли бы что количество компаний особенно производители окон ушли с рынка став банкротами почему потому что они так работали а потому что деньги уходили непонятно куда время пришло что нужно работать правильно они не могут так работать но в этом есть такая доля вот такая жирная правда что некоторые компании не могут переобуться они не успели нанять сотрудников правильные они не успели их оформить да они не успели все наперед просчитать и в итоге они остаются им нужно платить налоги они еще платить пошли дальше сейчас среди производителей окон или дилеров едва сыщешь компанию оплачивающих налоги от прибыль или оборота полностью белые затраты и налоги на них то есть таких компаний очень мало то есть все работают на то чтобы максимально заработать но при этом ничего ни копейка никому не заплатить это все написано в статье и каким окончиком жить на руси хорошо очень правильно написано процессом обили обеление ситуация на оконном рынке существенно поменяется часть производителей окон и в основном это крупные компании присоединятся к лагерю белых это означает что крупные компании которые могут чем-то пожертвовать на чем-то там урезаться то есть правильно правильно это все дело упаковать они останутся на плаву а компании которые небольшие к у которых там возможно какие-то уже были сбои они могут аккуратненько всплыть и тенденция идет и компании уходят с рынка они уходят вообще как компании или могут уходить как юрлицо меняется за год и у нас было много инцидент когда клиент обращается говорит я в такой-то компании заказал а ее уже нету то есть даже название компании нет хотя может быть там типа о окошке такие то а потом о окошке там плюс и эта компания по факту остается тем же юрлицом но вторая группа производителей скорее не крупный дилеров совсем уйдет в тень и будет вести расчеты с помощью кэша представляете что написано это означает что крупные игроки останутся на плаву они будут там работать будут максимально усиливаться а мелкие они уйдут в тень но за этим есть ну такое сказать в кавычках бред потому что многие компании многие которые есть на рынке не только в остеклении они начинают также работать правильно они отбили отбеливаются такое слово необычно но она уже вот в лексиконе нашим появляется они смог то есть компании которые начнут работать над собой они будут все контролировать они будут работать для того чтобы удержаться на плаву но компании которые уйдут уйдут в тень начнут работать непонятно как они смогут уровень установка удержать уровень цен но это может по факту понизить качество понизить отношения к клиенту но перспективы это неверный путь и по факту налоговая система идет полной прозрачности скорее не с не составит труда сопоставить уровень дохода и расходов каждого гражданина то есть это означает что у кого-то есть возможность проплачивать да правильно то есть работать по-честному у кого-то нет и они будут искать самые дешевые самые ненормальные и в итоге получится что кто ну думает о будущем тот и может получить правильный продукт а кто нет неизвестно что может получить про это я расскажу дальше ну вот здесь вот так вот описано до вредный кеш конечно вредный потому что если в нашу компанию будет приходить только деньги наличные и все равно их нужно относить в банк все равно с ними нужно что-то делать правильный путь это работа по безналичному расчету и оплата естественно безнал нау она крис там 50 на 50 то это ну как бы допустимо да а если это полностью все все в наличку то естественно это все должно быть оприходовано правильно по закону ну вот здесь последняя новость из портала окна медиа да это продолжение прозрачить финансовую деятельность неизбежно неизбежно перспектива неизбежная перспектива то есть естественно для развития экономики компании должны работать правильно для того чтобы вот ну на самом деле хочется сказать такую вот фразу для того чтобы бизнес был максимально честным и прозрачным и правильным потому что те компании которые работают по факту вот так вот да то есть они выкручивают клиента деньги и не платят налоги до пытается увиливать от всего этого они разрушает до систему потому что и клиент лояльный к этому да и компания к этому лояльно начинает там как-то увиливать то именно на мой взгляд это ненормально это неправильно поехали дальше ну и здесь вот самый главный вот к мы самые главные что я хочу подать если посмотреть все что было до этого то есть у нас все ужесточается но это ужесточается в общем формате но сами клиенты об этом не задумывается они не обращают внимание на то как они работают производителем да они не думают от последствий которые могут быть и вот как бы под итогом всего да вот такая вот фраза хотите спать спокойно после того как выбрали и внесли педоплату вы это должны знать на все сто процентов что должны знать пошли дальше ну вот самое главное да самое главное почему я хочу об этом сказать потому что мы сталкиваемся периодически к нам обращаются клиенты говорят вы знаете к нам пришлила компания мы заключили договора пришла она самое интересное нас сама пришла компании бывают такие случаи когда стучат в дверь и говорят что там мы там проверяем окна и мы сейчас у вас можем посмотреть если вам что-то требуется мы вам может предложить и у нас был такой случай когда клиенту пришел кто-то они с ними заключили договор в итоге они не получили вообще никакой продукции они получили негатив они долго-долго бодались в итоге им сказали что извините у нас проблема и телефон недоступен но и вот здесь я буду подробно рассказывать как правильно выбрать компанию что нужно знать перед тем как вызвать к себе на объект имеется квартиру там на балкон загородный дом представителя компании что должно быть у представителя компании для заключения договора это очень важно что у вас должно быть на руках после заключения договора поехали дальше ну как выбрать компанию все очень просто про это многие многие пишут ноги рассказывают есть сайт компании супер вообще все идеально есть офис продаж а лучше не один собросами продукцию услуг то есть на сайте должен указан быть адрес юридически зарегистрированная компания в вашем городе это вообще просто идеал если мы обращаемся к компании мы хотим у них купить продукт какой-то то есть если мы должны ориентироваться на ту компанию которая находится в москве или подмосковье или каком-то вашем каком-то городе да почему потому что если мы находимся в москве я покупаю услугу москве а компания находится где-то в казани или там в тамбове то вдруг какие-то последствия получается что я что должен делать не должен тут там как каким-то образом связаться с этой компанией там и с ними выяснять какие-то отношения дальше фактический адрес и он же юридически это вообще просто идеал если компания находится именно таком-то здании и у нее юридический адрес соответствует именно этому адресу штатные сотрудники в компании должны быть сотрудники мы заходим на любой ресурс который подтверждает данные о компании там написано что у нее там есть штат там от 10 до 15 сотрудников есть не ошибаюсь так расписано дальше присутствует на портале за честный бизнес есть такой портал там легко проверить всю информацию о компании наша компания которая есть и предыдущая которая у нас была с 2007 года там спокойно заходишь и вся есть информация кто собственник компании какие там доли у него есть и так дальше компания активно живая в социальных сетях это на самом деле очень крутой показатель сразу говорю потому что я активно пользуюсь сетями и если я как хочу что-то выяснить по компании я захожу в соц сетях нету или она есть но она уже застывшие замерзшие я на эту компанию не обращаю внимание ну и самый главный руководитель на связи своими клиентами то есть это каким-то образом можно с руководителем выйти на связь через сайт на сайте есть его личные страницы у него есть какой-то свой сайт блог да он его ведет имя есть контактами как не можно выйти соц сетях заходим вот он директор вот его страница на живая активная можно с ним выйти на связь это очень-очень важно есть сайт компании есть офис юридически зарегистрировано потому что может быть такое что вообще не понятно что это за компания есть название есть компания окну весе прийти в офис какой-нибудь компании не должен быть стенд информация о компании там должно быть все написано про эту компанию максимально поехали дальше ну и самое главное что должно оказаться у заказчика на руках на руках после заключения договора вам приходит представитель компании он производит какие-то работы он презентует компанию каком-то виде видео фото журналы каталоги бланки так дальше он что делает он снимает размеры делает описание и делает смету он все рассчитывает значит что должно быть бланк замера это у нас так называется вы компании может также может какой-то там не знаю документ не буду говорить ничего бланк расчета это там где прописана конкретная сумма под которую мы подписываемся первые в бланке замера мы подписываемся под тем что там описано оно должно соответствовать естественно бланку расчета и это все аккумулируется вот он документ два листа это единое потому что именно за это по факту потом вносится сумма и именно это должно потом быть как выполненный договор до полученная продукция дальше памятка с важными моментами то есть там время работы какие-то ограничения там по выполнению работы у нас такая есть мы ее заполняем и даем на подпись она остается у заказчика один экземпляр у нас памятка как подготовиться к доставке и работам то есть что нужно сделать для того чтобы потом не было никаких проблем бывают такие случаи приезжаем у них там у них у заказчика на объекте ковры лежат а мы даже зайти не можем потому что надо еще изделие пронести надо все сложить а еще работать пыль грязь и так дальше это очень важно договор на изделие услуга не на не на одном листе и тем более страницы то есть это не может быть договор на одну страницу это не может быть договор на одну на один лист у нас договор из пяти страниц инструкция к изделиям как пользоваться и обслуживать то есть что там прописано в гарантии потому что но если например окно постоянно открыто то петли разруют как бы постоянно нагрузка у них идет по факту разрушения оконовое изделие то есть это нельзя в памятке это прописано на некоторые клиенты не знают приезжаешь а у них окно уже провисло про это пишется информация по гарантии то есть что нужно делать как как звонить куда если вдруг что случилось контактные данные офиса продаж то есть все данные email адрес все телефоны контактные данные отдела доставки и установки то есть мы оставляем вместе с документами все контактные данные пожалуйста звоните все контактные данные руководителя нашей компании лично нашей да есть контакты которые прописаны везде для того чтобы позвонить спокойно звоните на все вопросы отвечая то же самое рекомендую и всем производителям всем показывать эту услугу ну схема проезда сказал кассовый чек который сразу же можно проверить то есть кассовый чек вот он онлайн кассы сейчас работают вас и должно остаться может быть такое что в некоторых компаниях этого нет и потом они его присылают на вам на почту или по ватсапу это на самом деле тоже документ и кассовый чек должен соответствовать вашему договору вы можете спокойно проверить на налог точка ру что да вот эта сумма внеслась так сказать на счет до зафиксировалась за этой компании и дальше что а дальше все значит что я хотел сказать в этом видео на что я акцентировал и что для меня важно для того чтобы наши клиенты и вообще все кто планирует что-то делать закупать делать там ремонт и заменять окна остекление балкона чтобы все понимали что на сегодняшний день все не так просто все ужесточается все должно быть правильно если к вам приехал кто-то представитель какой-то компании и у него на руках нету там он во мне выдаст вот это да или у него нет вот этих данных то есть вы не можете как-то проверить о самый главный забыл самый главный самое главное когда с вами заключает договор представитель компания у него должна быть доверенность на право заключение договора принятия денежных средств то есть в офисе продаж на объекте у него должен у него должна быть доверенность подписи руководителя и самое главное естественно должен быть у него паспорт паспорт должен соответствовать данным которые прописаны в доверенности это главное и я бы сказал даже некоторых случаях самое главное потому что можно спросить по телефону у вас есть доверенность вы с паспортом едете если вам там скажут что нет я еду без паспорта мне там есть какая-то корочка или там не знаю водительское удостоверение я рекомендую категорически не работать дальше с этим представителем этой компании потому что значит что-то в этой компании не в порядке в принципе все друзья более подробная информация будет в описании под этим видео следите за хэштегом кожушка рекомендует мы зарегистрированы во всех соцсетях подписывайтесь пишите комментарии делитесь с друзьями до новых встреч кожушка рекомендует